Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи». Я и ее ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Евгений Ильин, директор поисково-спасательного отряда «Мещера». Здравствуйте! Добрый день, Валерий. Запись нашей передачи буквально началась с того, что вам позвонили и сказали, что пропал человек. Что это за поиски и как они проходят или прошли? В принципе, это один из типичных вариантов поиска. Позвонили сотрудники полиции, а именно уголовного розыска. Попросили оказать содействие в поиске 63-летнего пенсионера в городе Сарай Рязанской области. Более точной информации я на тот момент не имел. Передал информацию коллегам по отряду, которые сейчас занялись получением информации по данному поиску. Кто, где, откуда, на чем. Ну и, соответственно, поиск начинался бы. Уже сейчас собирались экипажи, люди отпрашивались с работы, убегали откуда-то. Я думал, как после передачи я поеду домой переодеваться. Ну вот, буквально минут через 15 позвонили также из полиции, сказали, что нет, все хорошо. Тревога ложная, и пенсионер просто во обнимку с велосипедом медленно ушел. Потом его нашли. Так что вот типичное завершение одного из поисков. Как сейчас обстоят дела по поискам? Много ли заявок? Сейчас, на октябрь месяц, уже стало гораздо меньше, чем было в сентябре. Грибной сезон пошел на спад. Сейчас заявок очень мало, в принципе. Но по цифрам можете нам сказать, насколько снизилось? В 10 более раз. Кто чаще всего сейчас пропадает? Это пожилые люди, это молодежь? Мы обсуждаем сейчас поиски вообще или поиски в лесу, и за кой период. Давайте поговорим про сентябрь-октябрь и вообще, не только в лесу. Ну давайте так, значит, сентябрь. Это было массовое нашествие грибников. 107 заявок за сентябрь месяц, 154 пропавших человека. Это вот заявки поступили в ОПСО Мещера, которые были обработаны нами за октябрь. Я октябрь, честно говоря, еще не сводил в статистику, все-таки октябрь еще идет. Но поисков в 10 раз меньше, может быть, в 8. Но грибной сезон не окончен. Люди продолжают ходить в лес или уже там меньше и меньше? В лес ходят уже только фанатики. В принципе, грибов уже очень мало, но найти еще желающие могут. А можем ли мы какие-то рекомендации дать людям, которые идут в лес? Как им одеваться, что с собой брать, чтобы они пришли в лес? И если заблудятся, то точно быть уверенными, что их найдут. Но я бы сказал не ходить в лес. Это лучше, наверное, рекомендация. Но, однако, как мне кажется, ее никто выполнять не будет. Поэтому попробуем ограничиться другими вещами. Первое – это брать с собой полностью заряженный сотовый телефон. Если у человека смартфон, поставь на него простейшую инвекционную программу, которая позволит вам выйти к точке, откуда вы заходили в лес. Пользоваться картой и компасом уже мало кто умеет в наше время. Попробовать запомнить направление по компасу, куда надо выходить, на линейный реки, на дорогу, например, где оставили машину. Конечно, в принципе, можно, но не знаю, сколько это реально для современного общества. Яркая одежда, чтобы проще было найти. Небольшой перекус, вода обязательно. Людям, страдающим какими заболеваниями, обязательно брать с собой лекарства. Была ситуация в этом году, несколько ситуаций было. Когда пожилой человек, пенсионер, вышел из машины буквально на 5 минут, он страдал болезнью Паркинсона, отмена приема препарата, у него отказали ноги. Он лежал в лесу, звал на помощь, вокруг ходили грибники, они его слышали, но ничем ему не помогли. Он слышал их, соответственно, но никто к нему не подошел. Он дозвонился до нас, более-менее смог объяснить, где он находится. Он выехал поисковый экипаж, разделился на поисковые группы. В течение 30-40 минут обезвиженный пенсионер был найден. Ну, а дальше лекарства, эвакуация, скорая медицинская помощь. Вот первый случай. Второй случай, когда тоже пенсионер, военный летчик, штурман, уехал в лес, уничтожил микроинфаркт, но он смог себя очень точно позиционировать. Назвал и канаву, на которой он оставил свою машину, и указал расстояние от машины себя, и место подстановки машины относительно двух населенных пунктов. Там 2,5 километров к юго-западу от поселка Северный, и 9,5 к северо-западу от поселка Далгенина. В принципе, по данным координатам, ориентирам, он был найден и спасен, и доставлен до машины скором медицинской помощи. Третий случай, это женщина, больная диабетом, пошла за грибами, заблудилась, естественно, не взяла с собой лекарств, вытащили, но было очень тяжело. Не худо было бы одеть еще яркую одежду, а также сообщить о том, в какой район вы собираетесь ехать за грибами. Несколько лет назад был поиск, человек, заявленный в поиск, до сих пор не найден, он погиб, тело его не обнаружено. Из всей имеющейся информации от его родственников, он уехал за грибами в деревню Нацы. Давайте посчитаем. Кельцы, передельцы, кирицы, сельцы, луховицы. Ну, можно еще назвать пару населенных пунктов. Ну, и как выбирать, куда ехать на поиск. Заговорили про сами поиски. В случае с военным летчиком все было просто. Он указал, где, что, как. Но зачастую обращаются именно родственники. И хорошо, если есть информация, что она хотя бы на ЦИ, а просто могут сказать, что человек потерялся. Как человека ищут? Тут есть несколько вариантов. Если с ним есть хоть какая-то связь, и он может примерно объяснить район, где он находится, то уже в этот район выдвигаются поисковые группы, и его ищут. Если же есть такое замечательнейшее стечение обстоятельств, что он на связи, у него есть интернет, и он имеет пользу своим смартфоном, и он хочет, чтобы его нашли, можно получить его геопозиционирование, но если есть только с его согласия. И тогда просто выезжает экипаж на эвакуацию. А если нет ни связи с ним, ничего, то есть если известно просто район леса, в который он отправился? Тогда надо очень долго смотреть в карту. Ну, как долго? Область, в принципе, у нас небольшая, и большая часть мы ее за все эти годы уже излазили. Поэтому, в принципе, представляем основные места обитания грибников, куда они выезжают за грибами. Типичные места, где они оставляют машины, и, в принципе, типичные маршруты. В этом году из-за очень засушливого лета получилась парадоксальная ситуация, когда в одном месте под Диулино с интервалом в 4 дня потерялось 3 группы людей. Когда потом мы наложили их треки, их местоположение на итоговую карту, мы очень сильно удивлялись. Между ними было 250-300 метров. Вот они застряли в одном пересохшем болоте. То есть что произошло? Из-за сушливого лета болото, которое раньше ограничивало их зону перемещения по лесу, пересохло. И они смогли пройти дальше туда, куда они раньше не ходили. Переходили пересохшие канавы, и по пересохшему болоту уходили и блудили. Ну вот тут уже выезжает группа, на отклик намечаются примерные маршруты, проверяются линейные ориентиры в виде дорог. Естественно, работает во всю полиция и МЧС. Пожарная сирена, полицейская сирена с машины. И ищем. Кто вообще состоит в поисковом отряде? Кто эти самые поисковики, которые ищут потерявшихся людей? Обычные люди. То есть это волонтеры или как? Да, добровольцы, волонтеры. А много ли их, сколько обычно выезжает на поиски? Ну понятно, что раз от раза не приходится, но все-таки, так вот, среднее, может быть, какое-то количество есть. А зависит от сложности. В принципе, на какой-то достаточно простой поиск достаточно одного-двух экипажей. То есть от трех до десяти человек, чаще всего. Если же поиск оказывается тяжелым, сложенным местность, или, например, ребенок, не дай бог, то, естественно, будет очень много народу. Как часто работаете в связке с другими службами? То есть, как вы перечисляли МЧС, полиция? Это неправильный вопрос. Мы с ними постоянно работаем в связке. То есть в лесу на поиске присутствуют сотрудники полиции. Гарантированно. Лесники, егеря и местные жители. Мы не поменяем с собой угол структуру. Мы можем показать им помощь, содействие людьми, какими-то знаниями. Потому что зачастую знаний по перемещению по лесу и поиску, и по поиску людей в лесу, у нас, ну, бывает чуть-чуть больше, чем у полиции. У нас по загнательству розыском пропавших людей занимается именно полиция, не МЧС. Поэтому на поисках что в лесу, что в городе, именно сотрудники полиции и возглавляют любой поиск. У вас ведь в поисках принимают участие не только люди, но и поисковые собаки. Расскажите немного про них. Ну, они тоже принимают участие в поисках. Однако, давайте будем честными. За все время экспериментов с поисковыми собаками назвать данный опыт их применения в поиске людей сугубо положительным я не могу. Почему? Ну, в совокупность факторов. Зачастую не может собака найти след, потому что не определен точка, где человек зашел в лес. Зачастую место, где он зашел в лес, уже вытоптано следами местных родственников, всего остального, там похожими запахами. Нет, есть положительные результаты. Вот собака породы Корги с ее вожатым Владимиром Владимировичем успешно ищет людей в лесу. И вот именно одна из пострадавших женщин в Диулино, глуховатая на одно ухо, была найдена именно исключительно благодаря собаке. Моя поисковая группа была от нее буквально в 300 метрах, но она нас не слышала, а мы не слышали ее. Вторая поисковая группа была на расстоянии примерно метров 250-300, то есть как и мы. И вот только собака вывела поисковую группу непосредственно к ней. А расскажите о самых сложных поисках, которые закончились хорошо, но которые были очень сложные, то есть не обязательно в этом году, в каком-то из прошлых. А что такое сложный поиск? Может быть, долгий поиск, может быть, поиск на огромной территории, а может быть, то, что для меня сложный поиск, как я это понимаю для вас, это совершенно другое. Давайте так. Наверное, это было очень давно. Я, наверное, толком не вспомню год. Это был поиск Елисеева в деревне Лесхоз, Спаска, в районе Редонской области. Пенсионер-военный летчик вышел за грибами из машины со своим другом и пошли в лес. Выйдя в лес, друг не нашел грибов, и он с обратных машин не стал ждать товарища. Но военного летчика, я, честно говоря, не помню, что у Елисеева, у него было заболевание, но тоже отмена препарата, и он получил дезориентацию, и он продолжил движение не обратно к машине, а строго к противоположным ее направлению. Потом уже были найдены его следы, следы, где он форсировал обводненную канаву, бросив в нее ведро. Были обнаружены следы его падения, отпечатки колена, ладони, но это было уже поздно. Через неделю были обнаружены новые его следы, но дальше след был потерян, по следам шел лесничий, но следы затерялись, не могли его найти. Тем не менее, так получилось, что в течение полутора месяцев мы выезжали почти каждый свободный день на его поиски, теми людьми, которые были в наличии, и через полутора месяца после его пропажи, когда все уже надо заканчивать, к сожалению, ресурсы, время и все остальное, они безгранично. Его бывшие служивцы собрались, приехали товарищи сыр и прапорщики, выехали в самую дальнюю точку, куда теоретически он мог пройти, но надежды найти его там не было. Какая-то логика не просчитывала его там поиска. Построились цепью и пошли на прочес. Буквально через 300 метров он был обнаружен. Он не дошел до дороги метров 400. Он погиб. Есть ли какой-то месяц, то есть по пропажам, какой-то период времени, в который наиболее часто пропадают люди по тем или иным причинам? То есть, может быть, сентябрь-октябрь как грибной сезон, может быть, зимние месяцы, может быть, наоборот, летние месяцы, когда подростки идут в деревнях куда-нибудь купаться, гулять. То есть, есть ли какой-то такой... Можно ли выделить период, когда люди чаще пропадают? Грибной сезон. Если мы говорим про лес, то это грибной сезон. А если говорить в целом, то есть не только лес, может быть, город, деревни? Это, наверное, весна и осень еще, когда случается обострение у пожилых людей и со здоровьем, и с психичными заболеваниями, и они, бывает, уходят никуда. И давайте под конец прям закрепим тезис на основные правила, что нужно говорить, кому нужно говорить, и как одеваться, что с собой брать перед тем, как покинуть свой дом хотя бы на 2-3 часа. Первое. Не ходить в лес. Ладно, это мы посмеялись. Давайте так. Заряженный полностью сатовой телефон. Яркая одежда, перекус, вода, необходимое лекарство сообщить родным и близким, куда, когда, с кем, на сколько. И при любой тревожной ситуации, непонятной ситуации, самостоятельно звонить 112, не дожидаясь вечера и всего остального. Потому что, к сожалению, зачастую, как происходит, ушел с утра, обещал вернуться в обед, в обед не вернулся, но чуть подождем, в 6 не вернулся, но, может, до темна. Темно наступило. Ну, поехали, поищем. Приехали, покричали. Уже 10 часов вечера. Ну, вот теперь пора звонить. А время уже ушло. И приходится догонять его. Евгений, спасибо, что стали сегодня нашим гостем. Ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова